Приветичи! Мы вернулись в фаундер Фортунс. Мы продолжаем развивать нашу колонию. К нам приплыла Маринка. Дело в том, что мне написали в комментариях, что она нифига не Маринка. Она была Мария. Я это не заметил. Старый я пень, поэтому я её переменовал всё-таки в Маринку. Ну, потому что уже приклеилось к ней это имя. Ей так больше подходит. Все колонисты у меня что-то какие-то недовольные. У нас лето, у нас уныние. Не знаю почему уныние, потому что, наверное, еды не хватает. По этому поводу предлагаю, предлагаю построить побольше грядок. Вот, например, помидорок мы сейчас тоже засадим. Ещё шесть грядок попросим, чтобы нам построила Маринка. Всё равно без дела стояла. Мироныч у нас тем временем занимается самообучением. Ааа, ты посмотри, попросил Маринку посадить помидоры, а мне смотри, что сказали. Недостаточно времени до смены сезона. То есть лето-то, последний день лета. Ё-моё, сейчас уже зима начнётся. Мои колонисты не запаслись на зиму еды. Пойдём искать эти, как их там, где мы там еду-то добывали. Чё, гоблинов что ли грабануть? У них наверняка есть еда. Ааа, где яблоки? Деревья с яблоками пусты. Яблоки ещё не выросли. Надо найти что-то другое. С помидорами мы опрофанились. Надо срочно ставить грядки с картошкой. Мироныч очень долго занимается исследованиями. День лени. Маринка не была удовлетворена своей жизнью. Сегодня она отдыхает и делает много перерывов. Маринка, ты чё? Девять минут перерыва у неё, смотри. У-у-у. Глянь только на её лицо, какая она недовольная. Ужас, Маринка, ну ты противная, а. Нашествие жуков. Рой жуков напал на ваши поля и уничтожает урожай. Колонисты должны срезать поражённые растения, иначе заражение распространится. О, господи. Так, 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 так. Верка, Верка, смотри, сколько насекомых тут летает. Ааа, удалить все заражённые растения. Маринка, ну помоги ты. Давай, иди помогай. Фух, слава богу. По крайней мере, только всего две грядки было заражено. Не так много картошки мы потеряли. Ну что, товарищи колонисты, предлагаю построить сарай, где будут храниться все инструменты и прочая лабуда. Сарайчик у нас будет вот здесь вот. Пять на пять. Верка там уже колбасит, а Маринка всё до сих пор на полях стоит. Чёрт подери, нам брёвен не хватает. Маринка, иди помогай, строй, говорю. Мироныч, чё-то там долго, ну ты туго о дом, уже давно исследование провёл. Ещё две единицы осталось. До садоводства. Мирон, ну давай шустрее, нам нужны брёвна. О, наконец-то. Ты услышал меня? Ты прикинь, я даже не давал ему никаких заданий, и он куда-то побежал. Надеюсь, он не в кусты побежал. А нет, глянь, смотри-ка, пенёк рубит. Красавчик. Так, нам осталась ещё одна единица исследования. Йоп. Ааа, ты знаешь, почему он убежал? Потому что у нас ресурсы закончились для исследования, у нас кристаллов ноль. У нас Маринка же, шахтёр. Маринка, иди, добывай кристаллы. Ты посмотри на настроение, Марин, просто дикий смайлик. Маринка получила нервный срыв. Опять нехватка еды, блин, где эти торгаши на кораблях? Короче, у Маринки есть мечта, смотри. Хочет более удовлетворённой жизни. Желания должны быть выполнены. А её желание это запастись не менее 75 единиц еды на зиму и разгромить птики гоблина. Ооо, ты глянь, яблоки поспели. Это моё спасение. Маринка, хватит долбить кристаллы. Иди, забирай яблоки. По твою душу выросли. Ура, ура, товарищи. Мы изучили садоводство. Ты глянь, как всё покраснело, пожелтело. Осень пришла. О май гарабл, уже осень. Короче, пона открывали кучу всего, но это касается декора. Нафиг мне такое надо. Ладно, занимаемся дальше изучением портяжного дела. Это нам необходимо, чтобы выучить исследование по поливу. А как я тебе сделаю пол, если я не могу проникнуть в здание? Это я что-то не учёл. Сейчас мы тебе сделаем. Двери. Вот они. Пожалуйста, вот вход. Заходите, мадам. О, и Мироныч прибежал. Совместная работёнка пошла. Картошечка у нас растёт. Надо было её всё-таки побольше сажать. Ну, а Мироныч тем временем доделывает наш сарайчик. Всё, сарай готов. Перемещаем теперь все стойки для инструментов и мастерскую ремесленника. Вот так вот. Давай попробуем посадить с тобой ещё картошечки. Авось прокатит. Тут вот написано, что осенью, в принципе, она тоже растёт. Грядки с помидорами пока убираю. Всё равно они не нужны. Ну, я думаю, столько нам грядок на зиму должно хватить. Психанул немножечко. Мироныч, иди помогай строить грядки. Нам они сейчас намного важнее. Маринка у нас тут добывает в одиночестве кристаллы. Надо её вернуть назад домой и заставить изучать исследования. Поскольку у нас уже два здания, нужно сделать следующее. Мы сейчас построим дорожку. Первая дорожка в нашей колонии. Вот такая вот дорожечка у нас будет. Надоело. Колонист слишком долго работал в ужасных условиях. Она решила, что её это больше не заботит и решила немного отдохнуть. По-любому это Маринка, да? Ну, конечно же, Маринка. Господи, какая вредная обжора. Маринка у нас ужасная обжора. Она за ночь может съесть три тарелки супа. Из-за этого у нас не хватает ресурсов на зиму. И вдобавок ко всему, она ещё просит 75 единиц запаса на зиму. Это ж капец. Сама всё сожрала и... И в итоге ничего на зиму не осталось. Вон, ребята, батрачат только на тебя. На дну, чтобы прокормить. Ты посмотри-ка, я её даже не могу заставить силой изучать исследования. Такую настойку, а ничего не происходит. О, Господи. Может, её выгнать как-то можно? Она только еду переводит. Вот серьёзно, она достала меня уже. Блин, а выгнать-то её, походу, нельзя. Она либо сама должна уйти, либо никак. Либо мне придётся с ней до конца жизни мучиться, да? Это плохо. Есть, короче, тут такая функция. Порции пищи. Давай-ка мы поглощаемую порцию пищи и ей сократим до 70%. Вот так вот. И смотри, что она написала. Я понимаю, что нам нужно следить за количеством потребляемой пищи. Но из-за этого я чувствую себя слабой. Нефиг много жрать. И так, вон суп опять жрёшь. Смотри. Съел одну тарелку, пошла, взяла вторую тарелку. Но, слава богу, в этот раз хоть две тарелки, не три. Маринка у нас какой-то зомбарь. Всю ночь простояла у лавочки. О, Мироныч начал делать дорожечку нашу первую. Топором причём. А, нет, не топором. Он молот берёт. Глянь, какие у нас поля с картошечкой. Надеюсь, на зиму хватит. Не пропадём с голоду. Так, что у нас там с яблонем? О, яблони поспели. И надо собирать. Верыч, я понимаю, что ты хочешь передохнуть. Ты запарилась с этими грядками. Столько высадить. Но, по идее, собери, пожалуйста, яблок. А то на Маринку она, по-моему, слилась с досками. Может, она застряла. Ну да, смотри, какую попу отъела. И застрял между столом и скамьёй. Ну ты посмотри на это, а. Какая же она вредная всё-таки. Миронычу даже нормально покушать не даёт, а. Верка у нас здесь собрала все яблоки. Пошла теперь брать хлопок. Хлопок на зиму нам пригодится. Так, Маринка у нас отошла. Пойдём просить её изучать исследования. Маринка, давай иди. Наконец-то. Сдвинулась с места. Эй, Мироныч, ты чего? О, заснул прямо в лесу. Иди на кровать свою. Мне кажется, что мечта Маринки. 75 единиц еды на зиму мы не сможем выполнить. Поэтому давай мы откажем в её исполнении мечты. Разместите стол в своём доме. Вот тут мечта исполняемая. Это мы и сейчас сделаем. Столы. Стол поставим у окошка. Вот здесь. Господи, нашествие жуков. Ребята, просыпайтесь, у нас проблемы. Где эти жуки? Верка, 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 вставай. Ух ты, сколько их здесь, а? Ты посмотри. Капец, как их много. Маринка, иди помогай. Срочно. Удали все заражённые растения. Мироныч, без тебя не обойтись. У нас тут нашествие саранчи. Бегом. Все на ферму. Господи, сколько картошки пропало. Ай-яй-яй. Прибыл торговец. О, как раз. Как раз ты вовремя прибыл. Сейчас мы с тобой поторгуем. Блин, уже даже подросшая картошка. И мы её сейчас выкидываем. Ааа, как плохо. Всё, вроде всю заражённую картошку мы убрали. Слава богу. Верка, иди с торгашом поторгуй. А Маринка идёт делать себе стол. Иди строй. Так. Значит, продаём железную руду. Она нам, в принципе, пока не нужна. И покупаем много картошки. Ну, как много? Насколько хватит? Пятнадцать картошек купил. Отлично. Так, Маринка не смогла доделать стол. Пошла кушать. Ты посмотри, у Маринки жизни отнимается. А отнимаются они из-за голодания. Что же с тобой делать-то, а? Ладно. Сто процентный рацион тебе. О, мечта сбылась. Маринка построила себе столик. Теперь она хочет разместить костёр в колонии. А сигнальный огонь тебя нифига не устраивает, да? Ну, ладно. Давай построим костёр. Можем, кстати, сделать его прямо в доме. Хе. А почему бы и нет? Давай поставим. Так, Маринка, ну давай. Делай кострище, надеюсь, дом ты не спалишь. О, смотри. В костре мы можем запекать картошку. Прикольно. Ну, давай попробуем запечь картошечку. О, как она жарит. Смотри, картофан. На удивление, странно, что у нас не загорелся пол. Пол у нас тоже из дерева сделан так-то, если чё. Ну, ладно, раз это возможно, тогда пусть костёр будет в доме. Ничего страшного. Маринка, поскольку я все твои мечты исполнил, иди и проводи исследование. О, Верка пришла полюбоваться костром. Поскольку у нас, у Маринки, немножечко отнялось хп, и заголодание, нужно поставить шкаф с лечебными зельями. Стоять он у нас будет в доме. Вот здесь вот. Мироныч нам его сейчас построит. Теперь Маринку просим, чтобы она взяла лечебное зелье. Немножечко подхилила себя. Съела какую-то таблетку красную, я не знаю. Чё, она теперь в матрицу попадёт, что ли? Надеюсь, что это её подхилит. Да, вон. Лечебное зелье восполняет 0,50 хп в секунду. О, отлично. Изучили одежду, тренировочный манекен, и прочие-прочие истоки для одежды. Истоки для вооружения. И чё только не изучили. Отправляем Маринку на сбор кристаллов, и продолжаем исследование по поливу. Наконец-то. Наконец-то мы сможем сделать лейку, и наша ферма будет быстрее процветать. Мастерская портного. Ну что ж, да, попробуем её поставить где-нибудь. Сошьём себе одежду. Будет она стоять у нас здесь. Последний день осени. Ух, ребята, готовьтесь. Зима близко. Мироныч, иди срочно строй мастерскую портного. Верка хочет у нас тулив. Пожалуйста, сделаем ей два стула. Мироныч у нас закончил, наконец-то, мастерскую портного. Посмотрим, что мы можем сшить. Комбинезон. Базовое снаряжение для воинов. Одежда начинающего фермера. Нужно. Одежда начинающего шахтёра. Нужно. Одежда начинающего дровосека. Нужно. Так, и кто всё это будет делать? А тот, кто близко находится к мастерской. И это Мироныч. Мироныч, иди. Шей одежду. Интересно, как он это будет делать. Сейчас посмотрим. А-а-а. Анимация, конечно, блещет. Он колдует над карандашом. День лени. Маринка не была удовлетворена своей жизнью. Сегодня она отдыхает и делает много перерывов. Господи, Маринка опять началась. Так, поскольку Маринка у нас уже выспалась. Иди собирай картошку, пока не наступила зима. А то ведь пропадёт же. Мироныч шил первую одежду. Одежда начинающего дровосека. Для того, чтобы он смог её одевать, нам нужно построить вот такую вот стойку для одежды. Стойки у нас будут размещены здесь. Прямо у входа практически. Одна. Вторая. И третья. Сейчас Мироныч нам одну сделает. Сразу же оденется. Мироныч, первая будет твоя. Здесь будет одежда дровосека. Как раз для тебя. Одевай её. О! Фиолетовенький дровосек. Теперь ты истинный дровосек. Топор есть. Одежда дровосека есть. Правда, я думал, что рубашка будет клетчатая. Ну да ладно. Оу! Зима наступила. Всё. Хорошо, что мы успели собрать картошку. Ты посмотри. То, что мы не собрали, оно пропало. А не собрали мы её, потому что она ещё не подросла. Верка у нас здесь собирает хлопок. А ещё я хотел её отправить вот сюда. Собирать дикие лечебные растения. Которые находятся рядом с гоблинами. Надеюсь, они на неё не нападут. Так. Верка собирает. Гоблины там кукуют. Короче, пока они не палят, Верка сейчас соберёт здесь все растения лечебные. Верка у нас тут уже целебные все растения собрала. И решила понаслаждаться снегом. Ты посмотри, какая она счастливая. Прям светится счастьем. А тем временем у нас сшита одежда шахтёра. Ещё у нас будет брутальная Маринка. Ооо, ты глянь на неё. Вообще мощь. Мирон повредил свою руку. Как это вышло вообще? Иголкой что ли пронзил? Поврежденная рука. Медленная работа. Ну вот. Маринка у нас идёт анализировать кристаллы. А Верка у нас убирает ферму. Удалить все мёртвые растения. Эх, жалко, картошечка пропала. На самом деле у нас очень мало еды. И я прям переживаю, что моя колония, скорее всего, эту зиму не переживёт. Может выручить только торговец. На этом серия наших колонистов подходит к концу. Зима пришла. Но выживет ли Маринка, Мирон и Вера этой зимой? Мы узнаем в следующей серии. Если тебе нравится эта игра, то с тебя лайкос, комментос под видос. Ну и обязательно подписочка, если ты ещё не подписан. А на этом я с тобой прощаюсь. Удачки. И увидимся в новом видео. Пока.